Всем привет! Я буквально недавно проснулась и решила снять такое видео «Собирайся со мной». Оно будет очень интересно, потому что у нас с вами будет небольшая распаковка новой косметики. Мы с вами соберемся, сделаем макияж, подготовим кожу к макияжу, и я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы оставляете под моими видео. Я уже стою в патчах, сейчас расскажу вам, что я делала до этого. Ко мне приехала огромная посылка с косметикой Лагом. Я настоящий фанат этого бренда. Лозунг этого бренда «Not too little, not too much». Что это значит? Вся косметика бренда идеально подходит для сухой, атопичной кожи, раздраженной кожи. Все ее составы сформулированы таким образом, что эта косметика восстанавливает защитный барьер кожи, увлажняет сухую кожу, раздраженную кожу, кожу склонную к аллергии. Это та косметика, которая сейчас отвечает, мне кажется, основному бьюти-тренду, это тренд на минимализм. Мне очень нравится этот тренд, поэтому я безумно рада поделиться с вами распаковкой этой косметики. Здесь очень много средств. Мы, конечно, посмотрим с вами не все, но расскажу вам про свои любимчики. Утром я умылась вот таким вот гелем. Это гель-to-water cleanser. Идеальное средство для очищения кожи утром. Здесь супер мягкая формула с мочевиной, запатентованным комплексом, который у нас стимулирует аквапорины. Это компоненты, которые транспортируют влагу вглубь нашей кожи. А дальше после этого геля я нанесла мист-тонер. Здесь у нас составит также мочевина. Это тот компонент, который замечательно подходит для увлажнения чувствительной кожи. Еще, кроме того, он помогает усиливать проникновение питательных веществ, является таким энхансером для последующих компонентов и для влаги в том числе, вглубь кожи. Поэтому вместо тоника нанесла сегодня его. И дальше я использовала вообще супер средство, от которого я в восторге. Аналогов этому средству я не видела. Это вот такая вот сыворотка с растительным скваланом. Я очень люблю сквалан, потому что это действительно очень классный компонент для чувствительной кожи, для раздраженной кожи. Он заживляет наш защитный барьер, смягчает, успокаивает. Это то, что нужно нам искать в составе средств, когда мы хотим нашу кожу восстановить. И здесь у нас растительный сквалан, что тоже как бы очень интересно, потому что сквалан это обычно не растительный компонент. Здесь научились его добывать из сахарного тростника. Представляете, как интересно? У серома такая гелевая, приятная текстура. Я закончила процедуру массажа лица. Я закрываю все это дело кремом. И я сегодня буду закрывать лицо кремом Mild Moisture Cream от Lago. У этого бренда есть два версии этого крема. Deep Moisture Cream и Mild. Mild это такая более легкая текстура, более легкая форма. Deep это уже такое прям насыщенное, мощное увлажнение, мощное питание. И что хочу еще от себя добавить. Вот этот вот Mild Moisture Cream, хотя он и более легкий, чем его более питательная версия, он все-таки действительно очень хорошо увлажняет, очень хорошо питает. Поэтому, наверное, я бы рекомендовала его в большинстве случаев и его более насыщенную версию в случае, если у вас очень сухая кожа. Далее я нанесла свои патчи от Shiseido, потому что дальше мы с вами будем наносить макияж с помощью только новых средств, которые мне пришли. Абсолютно все средства будут новыми. Вот такие вот большие патчи с ретинолом. Я использую их редко перед какими-то важными мероприятиями. Честно говоря, я не могу сказать, что я в восторге от этих патчей. Я использую просто потому, что купила, потому что в одно время их очень рекламировали, очень их хвалили. Пока я жду, чтобы патчи окончательно подействовали, отвечу на два вопроса. Очень часто люди спрашивают, какой краской я крашу волосы. Волосы я не крашу, это мой натуральный цвет. Наверное, из-за того, что я снимаю с хорошим освещением, часто он выглядит более ярким, чем он есть на самом деле. Темно-русый или светло-русый, я даже не знаю. С хорошим освещением, да, он выглядит действительно лучше, чем есть на самом деле. Поэтому, наверное, очень часто возникают такие вопросы. Волосы я не крашу, красила последний раз года три назад. Очень сильно испортила волосы, и с тех пор приняла решение, что нет ничего лучше натуральных, естественных, ухоженных волос. И с тех пор, да, я стараюсь уделять больше внимания именно уходу за своими волосами, а не окрашиванию. Второй вопрос, мои процедуры, которые я делаю у косметолога. На него я отвечу, наверное, чуть попозже, когда мы начнем с вами макияж. У меня есть две посылки с косметикой. Есть куча косметики, которую я недавно купила, которую мне подарила подруга. Давайте начнем. Надеюсь, это будет интересно. Итак, кожу мы с вами подготовили. Она увлажнена, нафарширована всей косметикой, какая только могла быть. Начну я сегодня со своего нового тонального покрытия. Его мне подарила подруга на Новый год. Со словами, тебе, наверное, будет интересно снять его в обзоре. Это у нас очередная звездная косметика от певицы Ханны. Halo Beauty. Это крем с муцином улитки. Я думаю, что сделано это на манер корейской косметики. А, здесь даже написано, сделано в Корее. Не удержалась, вчера его попробовала. Крем мне понравился. До этого я пользовалась кремом от Limani. И вот этот крем очень на него похож, но у него еще более увлажняющая текстура. И он не такой серый. То есть, у него не такой серый потон. Он имеет приятный и более натуральный цвет. Хотя, я не увидела, что здесь есть какой-то оттенок. Скорее всего, это стандартный номер. Стандартный цвет. И этот цвет, как мне кажется, довольно темный. Но, повторюсь, покрытие у него красивое. Сейчас буду наносить его бьюти-спонжем. Крем мне понравился. Не смогла пройти мимо. Мне очень понравился вот такой вот набор кистей. Кисти синтетические, но очень приятные. И вот такие две кисточки супер мягкие. Для... Наверное, тоже для каких-то румян. Макияж с вами будем делать весенний. Потому что сейчас у нас скоро весна. Я пока не знаю, какой мы макияж с вами будем делать. Быстренько покажу, что у нас здесь есть. И начнем краситься. Пудра. Снова под макияж. Но я, к сожалению, пропустила этот этап. Помада. Консилер. Так, бренд Funky Monkey. Если мне знакомо, сейчас будем с вами знакомиться. Тон номер три. Консилер для лица. Вот так выглядит консилер. Мне кажется, он светловат. Давайте попробуем. Да, он супер светлый. Наношу консилер на внутренний уголок и внешний. Что я делаю к косметологу? Мне кажется, что я человек, который, как 90% женщин, ходит к косметологу набегами. То есть у меня нет какой-то системы. Я хожу к косметологу супер редко, бессистемно. Просто когда вспомню, когда пойму, что ой-ой-ой, что-то мне нужно здесь делать, что-то здесь подколоть, я бегу. А мне очень нравятся процедуры биоревитализации. Я делаю ее из положенных там двух раз в год. Наверное, один раз в год я делаю последние два года. До этого тоже делала пару раз, но не было никакой системы, никакой регулярности. Консилер светловат. Биоревитализация, ботокс, наверное, то, что я сейчас стараюсь делать регулярно. Я планирую начать стараться делать регулярно, а все должно быть в совокупности. И только так я считаю, что мы можем добиться какого-то хорошего результата. У нас еще одна коробочка с вами. Здесь у меня косметика Wet n Wild. Так, здесь тоже был тон, но, извините, мы с вами тестировали Ханну. А здесь у нас вот такая красивая розовая палетка для весеннего макияжа. Мы ее сейчас обязательно с вами будем делать, тестировать. Вот такие красивые румяна, очень красивый хайлайтер, тоже такой цвета у нас шампанского. Все весеннее, все очень миленькое. Пудра бесцветная, пудра цветная, блеск-блеск, блеск-блеск, консилер. И вот такая вот красивая помада с губками, очень красивая упаковка. Давайте с вами попробуем нанести вот такие вот персиковые румяна бренд Wet n Wild. Они такие супер деликатные, ой, очень деликатные румяшки, красивый такой цвет. Весенней свежести. Это то, что надо сейчас, учитывая, что я не выспалась. Румяна всегда я наношу на веки. Это то, что создает такой эффект выспавшегося яркого лица. А сейчас буду пробовать наносить тени вот эти вот Wet n Wild, все такое розово-весеннее. Мне нравятся такие оттенки, мне к карим глазам очень подходят красноватые цвета. Мне кажется, что всем к карим глазам они хорошо подойдут. И подсмотрела еще какие ответы часто задают про гидрофильное масло. Такое средство косметическое, которое часто вызывает вопросы. Спрашивают, если я не пользуюсь косметикой, не наношу никакие средства, ни тональный крем, ни SPF, нужно ли пользоваться гидрофильным маслом? Ответ нет, не нужно. Потому что гидрофильное масло у нас... Так, сейчас я все-таки открою. Вот такая вот кисточка от РАД. Конечно, мне кажется, это не самая лучшая кисть для макияжа глаз. Она мне не очень нравится тем, что она супер короткая, супер маленькая до тени. Для растушевки теней нам нужна все-таки более мохнатая какая-нибудь кисточка. Начинаем. Гидрофильное масло замечательно подходит для растворения жиров в косметике. Почему мы ее используем именно против SPF, для снятия BB кремов? Эти все средства содержат в своем составе жиры, которые хорошо растворяют гидрофильное масло. Если мы не используем такого рода средства, то со всеми остальными загрязнениями будет хорошо справляться пенка. Как бы гидрофильное масло использовать можно, но в этом как таковой необходимости нет. А я тем временем наношу маленькой неудобной кисточкой экспериментально темные тени. Сейчас я хочу попробовать нанести вот этот цвет невесты на центр века. Ладно. Допустим. Сияющий маркер для глаз. Тон номер 5. Сегодня у меня день экспериментов, терять уже нечего. Как-то вот так вот он выглядит. Следующий вопрос. Как я отношусь к Дарсонвалю? Никак не отношусь, я его не пробовала, но слышала, что хорошее такое проверенное временем средство для роста волос. Многие хорошо о нем отзываются. Планирую попробовать. В общем, рисую стрелочку коричневую. Давно не рисовала стрелки. Довольно-таки, кстати, неплохо получается. Приятный маркер. У него приятный коричневый цвет. Легко им пользоваться. Даже с непривычки может что-то получиться. Лайнер неплохой. Следующий вопрос. Уход за кожей на системных ретиноидах. Я очень редко высказываюсь на тему акне, потому что у меня нет опыта. У меня есть теоретические знания, но у меня нет опыта своего. В теории я могу, конечно же, вам ответить. Когда мы используем системные ретиноиды, все побочные эффекты от ретинола у нас также, конечно же, проявляются на коже. Это сухость, раздражение, шелушение, покраснение. Побочные эффекты те же, поэтому уход мы выбираем, исходя из того, чтобы максимально кожу успокоить, увлажнить, напитать, восстановить защитный барьер, восстановить гидролипидную мантию, чтобы кожа перестала терять влагу, начала восстанавливаться. Поэтому вот Лагом, который я вам показывала в начале видео, это отличный вариант ухода за такой кожей, потому что все средства бренда Лагом направлены на восстановление кожи, на защиту кожи, на ускорение каких-то восстановительных процессов, на заживление. Лагом, пюнкан-юль, средства с мочевиной, средства со скваланом, с липидами, с керамидами. Все, где написано барьер, все, где написано восстановление, все восстанавливающие средства. Максимально мягкое очищение, мягкое умывание. Если вам не рекомендует ваш специалист обратное, уход не должен быть активным, уход должен быть восстанавливающим. Это если мы говорим с вами о теории. Но думаю, что если вы используете системные ретиноиды, то вы точно держите контакт с более грамотным специалистом, который вам подскажет более точно, как ухаживать за кожей. Я тем временем буду использовать свою любимую тушь Vivienne Sabo Cabaret. Как и у меня, так и у многих. Это была одна из первых тушей. Более того, это была первая косметика, которая у меня появилась. Я помню магазин, где мы ее покупали. Такой магазин, где продают сразу все. И там же продавалась тушь Vivienne Sabo. До сих пор не могу, точнее я не могу найти аналог, не хочу его искать. Зачем его искать, если есть такая прекрасная тушь? Напишите в комментариях, если вы тоже очень любите эту тушь, пользуйтесь ей из года в год. Я пользуюсь ей уже лет 16. Сейчас буду наносить пудру. Я перестала любить прозрачные пудры. Стала снова любить пудры цветные. Пудру от бренда Wet and Wild в оттенке Air Light. Буду использовать эту красивую кисточку от бренда RAD. Бренда RAD, конечно, крутой маркетинг. Все-таки они делают такие вещи, которые очень привлекают взгляд. И даже если они тебе не нужны, ты обязательно на них обратишь внимание. И там такая стоимость еще выгодная, что грех не взять. Поэтому я пользуюсь кисточкой от RAD. Ой, она, конечно, очень большая. Не для детального какого-то нанесения. Но, повторюсь, этот набор, мне кажется, больше для каких-то поездок коротких. Здесь, видимо, уставшая от моей болтовни, камера перестала записывать звук. Поэтому сейчас я вам закадровым голосом расскажу, что я делаю на видео. Я тестирую сразу несколько помад. Первая помада это бренд Wet and Wild. Она такого очень яркого весеннего цвета. Я ее не оставила на губах, продолжила тестировать другие помады. Вот эта персиковая помада мне тоже не понравилась. И я перешла к вот такой красивой бальзамной, более подходящей мне на повседневную носку помаде. Это бренд Funky Monkey Tone 03. Очень красивая, бальзамная, приятная текстура. Но к сегодняшнему образу она мне не подошла. Поэтому я остановилась на матовой плюшевой помаде, которая является также по совместительству тинтом для щек и губ в оттенке 04. Такой вот весенний, экспериментальный немножко макияж у меня получился. Надеюсь, вам понравился такой формат. Надеюсь, успела ответить на ваши вопросы. Напишите, кстати, как вам вообще такой формат видео, стоит ли продолжать. Спасибо всем большое за просмотр и всем хорошего настроения.